Копилка спортивных достижений Люберец пополнилась новой наградой. На первенстве страны каратист Егор Сафонов занял первое место сразу в трех категориях. У спортивного клуда Будо Искра, в котором проходят тренировки по каратэдо Ситорю, богатая история. Его воспитанники, многократные призеры и победители российских и зарубежных чемпионатов. О том, как спорт воспитывает из мальчиков настоящих мужчин, узнавал наш корреспондент. Питч! 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 С каратэдо Егор Сафонов познакомился в 4 года. Сейчас ему 19, и с этим видом спорта он решил связать свою карьеру. Будущий тренер, студент Малаховской академии физической культуры, уверен, что занятия японским боевым искусством укрепляют силу духа. Мальчик должен защищать девочек, мам, бабушек и своих близких. И, в принципе, с этими словами всегда шел с детства и до сих пор так думаю. Это путь жизни, дело всей жизни. То есть философия в каратэ только такая, это дорога всей твоей жизни. Много как бы историй то, что люди доходили до мастерства и потом специально надевали белый пояс, чтобы опять же эту дорогу пройти. Егор планирует тренировать начинающих каратистов в стенах родного клуба. Занятия в Будо Искра проходят с 91-го года. За 30 лет юные спортсмены успели побывать в США, Японии, ЮАР и во многих странах Европы. Каратэ в то время что-то зарождалось, мы стояли у истоков каратэ. Ну а когда сделали это возможным, то, конечно, хорошее создали, как сказать, пиар такой этому виду. И были и видеофильмы, значит, Ак-Норрис, Брюс Ли. Вот это, то есть они очень здорово подогрели интерес молодежи к этому виду. В клубе Будо Искра занимаются более 70 детей. Самым юным спортсменам три года. В декабре воспитанники школы примут участие во всероссийских соревнованиях по каратэ-до-ситарю. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.